Приветствую друзья! После последнего по факту минорного обновления стационарного ЦАПа SMSL DO200 в компании SMSL решили видимо поднять его на еще одну ступень вверх. Если в DO200 МК2 был заменен лишь USB-чип, улучшив звучание только фанатам оптического и коаксиального подключения, то в DO300 вместо двух ES9068AS поставили топовый 8-канальный конвертер ES9039MS PRO. Это, если вы не знаете, самый современный чип от американской компании ESS. Круче еще не изобрели. И да, теперь мы получили улучшенный звук при абсолютно всех видах подключений. Не скажу, что разрыв гигантский, но я успел их погонять вместе и сегодня обо всем вам подробно расскажу. В остальном тут тот же Bluetooth, APTX HD и LDAC кодеками, поддержка входов AES, EBU и AES и выходов на балансных XLR и RCA. О нем сегодня и говорим. Поехали уже на конец. Коробка устройства со времен DO200 вообще никак не изменилась. На ней мы по-прежнему видим схематично изображенный ЦАП с логотипом пройденной Hi-Res аудио сертификации. В комплекте я нашел небольшую инструкцию, гарантийный талон, пульт управления, Bluetooth антенном, USB кабель и стандартный шнур питания с заземлением. Блок, как и у всех актуальных моделей SMSL, заботливо спрятали непосредственно внутри корпуса. Пульт тот же самый, матовый, с паразийными кнопками и питанием от двух батареек. Из функционала на него вынесли включение и отключение, регулировку уровня сигнала, переключение входов и выходов, временное отключение звука мута, а также навигацию по системному меню. Корпус ЦАПа своими габаритами и расположением элементов полностью соответствует 200 линейке. Сверху у него красуются те же два логотипа Hi-Res сертификации, а снизу четыре проязненные ножки. По входам имеем IS-EBU, i2s, Bluetooth, коаксиал, оптику и USB, а на выходе версии пару и балансный XLR. Дисплей тоже немного изменился. В DO200 MK2 он уходил в холодные тона, в то время как у DO300 лампово-теплые. Хотя это вообще не важно. В любом случае экран отлично читается и привлекает вниманием обилием красок и разнообразием шрифтов. Да, все так же, как и в версии MK2. Многофункциональный регулятор никуда не делся и он по-прежнему позволяет менять уровень сигнала и по клику вносить изменения в настройки девайса, где можно выбрать один из шести входов и один из трех вариантов выхода, любой из восьми цифровых фильтров для PCM и 4 для DSD, один из десяти вариантов окраса звучания, установить фиксированную громкость, назначить кнопку FN, откорректировать житер, определить направленность i2s, выбрать направление фазы, установить время отключения экрана и его яркость, а так же сбросить все настройки до значений по умолчанию. То есть почти все как у MK2, только вариантов фильтрации стало намного больше. На основном экране находим вход и в скобочках выход, уровень громкости по центру, а так же параметры текущего аудиопотока. По начинке здесь, как я уже упоминал, вместо двух стереоконвертеров ES9068AS один, но топовый восьмиканальный ES9039MS PRO. То есть было хорошо, а стало ну просто сногсшибательно. Операционников производитель тоже не пожалел, установил их целых 11 штук. На USB остался новейший чип XMOS XU316, а на Bluetooth все тот же Qualcomm QCC5125 с поддержкой APTXHD и LDAC кодеков. То есть учтены все улучшения из версии MK2 и добавлены новые. Для работы подключаем к DO300 источник цифрового сигнала, в моем случае обычно это USB, а выход может сразу идти на активные мониторы или же через дополнительный усилитель на пассивную акустику или наушники. Новичкам еще раз повторяю, подключать к нему наушники напрямую нельзя, для этого требуется соответствующий усилитель. Включаем ЦАП с меню или пульта, устанавливаем активный вход и выход, регулируем уровень и начинаем получать удовольствие от прослушивания любимой музыки. Все настройки аппарат естественно запоминает. Кстати, есть тут еще одно небольшое отличие. Если в DO200 и МК2 уровень на пике составлял 0 дБ, то в DO300 его подняли до плюс 2 дБ. Зачем это сделано, мне лично не особо понятно, но лишним такой задел точно не будет. Под Windows 10 и 11 ЦАП определяется автоматически, готовый к работе посредством WASAPI. Однако лично я рекомендую установить с официального сайта соответствующие ему драйверы. Так вы получите не только совместимость со старыми версиями системы, но и полноценный ASIO интерфейс. Со смартфонами, планшетами и ТВ приставками ЦАП тоже работает, причем во всех приложениях и сервисах, в том числе и через так называемый BitPerfect режим. Ну и не забываем о поддержке Bluetooth 5 версии с самыми современными на сегодня кодеками. Я имею ввиду APTX HD и LDAC. Само качество звука при этом немного страдает, однако желанию запустить что-то напрямую со смартфона иногда сложно не поддаться. Измерение я снимал 24 бита, 96 кГц на АЦП и Ванда Космос с каждого из выходов устройства. В результате имеем все графы в положении отлично, причем значения с RCA почти не отличаются от балансного XLR. Везде у нас прекрасная кривая АЧХ, шумовая полка на минус 160 дБ, шикарный динамический диапазон, интермодуляционные искажения на минус 135 дБ, а гармонические на минус 133 дБ с процентным соотношением в 0,05%. То есть идеальные результаты на грани возможностей моего измерительного стенда. Что сказать, просто превосходный аппарат. Кому интересно, сделал измерение АЧХ со всеми имеющимися здесь видами фильтрации. За исключением режима без фильтрации все просто гениально. Ну и напоследок хочу продемонстрировать принцип работы окраса звучания. В режимах Tube она же лампа. Нам поднимают первую гармонику в режиме Rich богатый первые две, а в Crystal прозрачный на чуть-чуть вторую гармонику. Относительно звучания я, как и в прошлый раз, особой разницы услышать никак не ожидал. Однако каково же было мое удивление, когда я понял, что это совершенно другой звук. Более напористый, собранный, а местами даже грубый. Но мне, как оказалось, это тоже нравится. Согласен, в Deo 300 заметно меньше мелодики в сравнении с Deo 200 и Deo 200 MK2. Те были прямо певучие, даже утонченно эмоциональными. В Герои же обзора произошел переход на сторону нейтральности, подчеркнутой четкостью и некоторой даже жесткости. Звук здесь хлесткий, с кристальной прозрачностью и брутальным характером. Я долго сравнивал аппараты, перетыкая их в усилитель HO 200 и в результате чего пришел к выводу, что у Deo 200 MK2 слегка выдвигается середина, причем она более тонкая по своей структуре и по аналоговому теплая. А тут равномерное такое, почти до мониторности резкое звучание. Что лично мне очень напомнило ЦАПы от компании Берсон и топовые плееры Айбаса. Что ж по итогу, спросите меня вы. Спустя время по переменного использования Deo 200 MK2 и Deo 300 я пришел к выводу, что мне нравятся обе эти модели. Deo 200 привлечает своей лирической составляющей эдакой певучестью, а Deo 300 прямой и четкой передачей сути материала. Для себя я решил оставить именно 300 версию, но лишь потому, что мелодикой Deo 200 я наслаждался целых полтора года. Пора уже переходить на что-то другое. Благо обе модели, в отличие от Topping D90LE, прекрасно сочетаются с моим усилителем HO 200. Если же говорить не в сравнении, то все три модели имеют просто волшебную выразительность, динамику, прорисовку и передачу той самой эмоциональной составляющей трека. Это действительно взрослая техничная подача, только та хлесткость, которую в Deo 300 я получаю на среднем уровне усиления, в обоих вариантах Deo 200 была лишь на высоком. А вот той приятной аналоговой мягкости в Deo 300 добиться уже не судьба. Хотя в любом случае звучание тут глубокое, объемное и просто невероятно реалистичное. То, что обычно называют живым или натуральным. В противовес Su8s, который также был у меня довольно приличное время, герой обзора столь же нацелен на хлесткость и максимальное разрешение, но это более насыщенное, я бы даже сказал дорогое звучание. Su8s или тот же Topping E50 лучше подойдет какой-то медленной акустике или усилителю, разбавив их звучание своей скоростью и обогатив себя, так сказать, жирком. Deo 300 же это все ни к чему. Здесь достатки и массы, и скорости, и музыкальности как таковой. Топпинг DX5, если использовать его исключительно как ЦАП, намного мягче и теплее. В этом смысле он опережает даже Deo 200, что там говорить о 300 версии. И стилистике мне понравилось абсолютно все. С оговоркой, конечно, на мой парк наушников и акустики, общий уровень и стоимость которых, кстати, в этом году заметно подросли. Так что я наслаждался, как сложной джазовой, оркестровой и другой академической музыкой, фанком, блюзом, роком, разными видами металла, этникой и просто массой всевозможной электроники. Это реально сверхэффектно и просто невероятно круто. И если для Deo 200 я еще допускал, что можно поискать что-то в эту же цену сопоставимое, то с Deo 300 уже мало кто может потягаться. По наушникам тоже перебирал все, от чистых планаров до трибридов с электростатами. Со всеми был просто потрясающий уровень синергии. Одно слово, друзья, полнейший восторг. Если же разбирать звучание по частотам, то бас тут хлесткий, упругий, собранный. Серединка, хотя и близка к нейтральности, однако и хватает и веса, и глубины, и объема, и той самой экспрессии. Детализация просто потрясающая. Более того, звук заметно приобрел в четкости, собранности, прозрачности, немного отойдя от музыкальности и теплоты 200 серии. Верха же идеально продолжительны, столь же осязаемы и не менее прозрачны. Относительно баланса между микро и макро контрастом я вижу абсолютно правильное распределение нашего внимания. Да, раньше была некоторая изысканность в этом смысле, так как музыкальность встречалась с точностью. Теперь же все свели к общему знаменателю. Не скажу лучше это или хуже, просто по-другому не не менее круто. Зато теперь звучание СМСЛ наконец-то можно назвать кристально чистым, в отсутствие чего я, насколько помню, упрекал ДО-200 и ДО-200 МК-2. У ДО-300 довольно сильно изменился звуковой почерк, однако удовольствие от прослушивания на мой вкус только возросло. Я после МК-2 испытываю просто бурю восторга от собранности, дерзости и драйва трехсотой версии. Настоятельно рекомендую такой переход. Подводя итоги, стационарный ЦАП СМСЛ ДО-300 без сомнений украсил собой двухсотую серию. Наконец-то привнеся столь ожидаемые изменения. Это действительно другой характер, не мягкий и певучий, а скорее до брутальности живой и сверх напористый. В остальном мы имеем тот же выразительный высокодетализированный звук с акустически правильной массой и приятной слуху мелодикой. То есть с получением топового конвертера от ESS аппарат исключительно приобрел. Теперь на серию ЦАПов от СМСЛ могут обратить внимание и те, кто предпочитает собранное техничное звучание. Но СМСЛ не были бы собой, если бы и это не сделали красиво. Аппарат просто шикарный, сам пользуюсь и вам советую. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП СМСЛ ДО-300. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра. Субтитры создавал DimaTorzok